Торговая мифтерия Пятнадцатая книга, цикл «Мифология» Текст читает Сергей Уделов Глава первая Мол, не влетела сквозь щель в двери, едва не уводила мне в голову. Чуть пониже и меня бы поджарила. Даже толстая, покрытая зеленой чешуей шкура, с которой все изверги появляются на свет, не спасла бы меня от огня. Тут уже было не до шуток. Я-то думал, они откажутся от своих замыслов, когда до двух синих неумелых страшил, наконец-то дойдет, что так просто сломать дверь не удастся. И вот теперь они обратились к помощи магии. Кто бы мог подумать, что костлявый парень, напоминающий обычного менеджера, на самом деле волшебник. Я почувствовал запах дыма и понял, что от молнии загорелось мое любимое кресло. Пытаясь сохранять спокойствие, я принялся анализировать доступные варианты спасения. Я, конечно, мог отсидеться. Выждать, пока они истратят огневую мощь, и это дело им наскучит. С другой стороны, я мог открыть дверь и разорвать всех троих на мелкие дрожащие кусочки. Я все больше склонялся ко второму варианту. Я очень, очень любил свое кресло. Кредиторы. Никогда бы не подумал, что кто-то из них доберется сюда, в штаб-квартиру корпорации «Миф» на Деве. Никто из моих прежних компаньонов не отличался особой расточительностью. И потом. Мы слишком рассудительны для того, чтобы пытаться обводить кредиторов вокруг пальца. Да и располагаем достаточным количеством наличных денег, чтобы оплачивать счета. Меньше всего нежелательное внимание подобного рода должен был бы привлекать мой бывший партнер Скиф. Однако Трио по ту сторону двери настаивало, что он понаделал кучу долгов и смылся, не заплатив поставщикам. — Послушка, аас! — провозгласил густой бас рядом со мной. — Хориш, дружище! — воскликнул я, поворачиваясь на сто восемьдесят градусов. — Ты меня до смерти перепугал! — Ух, извини! Что, решил заняться переделкой интерьера? — осведомился кореш, кивнув в сторону горящего кресла. Надо мной возвышался лилово-шерстный тролль с парой глаз странной формы и лунного цвета. Я доходил ему как раз до середины груди. — Да и может повредить полотна на стенах! — Пожалуйста! Только не говори об этом мне! — прорычал я в ответ. — Изложи свои доводы трем кредиторам, что стоят за дверью! — Кредиторам! Кустистые брови тролля слегка опустились. Его зверская внешность несколько не вяжется с природной склонностью к интеллектуальным беседам. Надо заметить, что внешность исконных обитателей троллей служит причиной массы недоразумений. Тролли намеренно скрывают свой интеллект, дабы не слишком обескураживать существ из других измерений одновременным превосходством в интеллектуальной и физической сфере. Кореш неплохо подрабатывал в качестве наемного громилы по прозвищу Большой Грысь. — Какая-то ошибка, наверное! — Наверняка! — согласился я. — Они прибыли из места, которое называют Пассажем на Флиббере. Ищут они Скиева. Да при этом утверждают, что он сбежал, не заплатив по очень солидному счету. — Немыслимо! — возмущенно воскликнул кореш. — Честность Скиева и его чувств справедливости в бизнесе никогда не позволили бы ему совершить ничего подобного. — Сколько раз мне приходилось наблюдать, как, столкнувшись с выбором между выгодой и нравственностью, он всегда делал выбор в пользу нравственности. Я нахмурился. Скиф по каким-то ему одному понятным идиотским причинам частенько упускал большие прибыли. — Мне тоже пришло в голову что-то в этом роде. Ты когда-нибудь слышал о Пассаже? — Нет, никогда. Покупки занятия не мужское. Дверь у меня за спиной затряслась. Ее можно пробить, только применив антибаллистические ракеты. А я надеялся, что ассоциация купцов, руководившая базаром, успеет вовремя заметить приготовление к настоящему штурму. Кореш всем своим немалым весом вместе со мной навалился на дверь, и она перестала шататься. Вы можете спросить меня, как простой шатер способен выдерживать нападения, совершаемые с помощью магии? Ну, во-первых, большинство шатров на базаре построено с тем, чтобы спокойно выдерживать определенное магическое воздействие. Но наш даже и в этом отношении особенный. Снаружи он выглядит как небольшая и ничем не примечательная палатка. Однако стоит вам переступить ее порог, как вы попадаете в просторную роскошную виллу, занимающую большой кусок вне размерного пространства. Проще говоря, изнутри наш шатер намного-намного больше, чем кажется снаружи. Незваные гости не могли его ни сжечь, ни взорвать. Для того, чтобы их заклинание смогло преодолеть вне пространственный барьер, потребовалось бы значительно больше колдовской силы, чем могло найтись у подобных ребят. И все же интерфейс, служивший мостом между измерениями и с помощью которого можно было выходить за дверь, должен оставаться более или менее проницаемым. В этом-то и состояла суть моей проблемы. Если не считать задней двери, которая вела в измерение блуд, пристанище вампиров и оборотней, измерение, где меня, между прочим, уже однажды пытались казнить по совершенно надуманному обвинению, единственный нормальный выход из шатрат тоже оказался закрыт. «Они требуют триста пятьдесят тысяч золотых», — заметил я, не скрывая раздражение. «Ничего себе сумочка! Ты абсолютно уверен, что Скиф не мог им задолжать?» «Абсолютно», — ответил я, хотя уже без прежней твердости. Так получилось, что несколько последних месяцев я с ним не виделся. Вопрос был для меня крайне болезненным, и кореш об этом знал. Последние несколько недель с ним на вухе была Тананда. Она буквально минуту назад вылетела отсюда и направилась в троллию. Вы немного разминулись. «Ух, черт!» — простонал кореш. Входная дверь содрогнулась от его вздоха, и нам снова пришлось ее подпереть. «Знаешь, я же сюда только родни ее и примчался. Меня за ней мама послала. Дело в том, что мы занимаемся переделкой домашнего очага, и ремонт достиг той стадии, когда наша дорогая мамочка хочет услышать мнение другого существа женского пола относительно выбора цветов и материалов. «Ну, правда, в этом есть свои положительные стороны. Хорошо, что я не окажусь свидетелем их споров». «Значит, ты вернешься домой, как только прекратится стрельба?» — спросил я. «Конечно», — ответил тролль. «О, кстати, если вся эта история со стороны наших нынешних противников началась как обычная попытка уточнить факты, каким же образом ей удалось перерасти в настоящий серьезный конфликт?» Он кивнул в сторону двери. «Не имею ни малейшего представления», — ответил я с самым невинным видом. «Они спросили меня, где находится Скиф. А я просто-напросто отказался им отвечать. Ну, они вышли из себя. Пригрозили, что выведут его на чистую воду и заблечат как отъявленного мошенника. Я со своей стороны, во вполне вежливый, как мне кажется, в корме, высказал им все возможные причины, по которым они не должны этого делать». «Понимаю». Кореш, должно быть, пытался вообразить события, предшествовавшие его приходу. И если он представил себе немногословный спор, который с каждой репликой становился все громче и, наконец, завершился тем, что двое громил с обеих сторон, окружавших хилика, стоявшего в центре с планшетом в руках, сунули свои ручищи в широченной рубахе так, словно собирались вытащить оттуда какое-то страшное оружие, то он не ошибся. «Мой знакомый очень давно, и он прекрасно знает мой характер». «Конечно же, они заблуждаются». «Не может быть никаких сомнений. Кроме всего прочего, это не его стиль. Они засчитали мне список вещей, которые, по их мнению, приобрел Скиф. Куртки из меха таргов, снаряжение для охоты на скитов, двенадцатиструнная гитара, принадлежавшая какому-то знаменитому барду и практически все, что может находиться за дверью номер три». Я замолчал, покачав головой. На такие вещи Скиф никогда не стал бы транжирить деньги. Дом для бездомных кошек – да. Поучаствовать в открытии казино – без вопросов. «Но несколько шикарных вещичек по цене валового национального продукта маленького королевства? Нет, не думаю. Но и самое главное – Скиф никогда не тратит деньги, если их у него нет. И это на него не похоже. Подписи на счетах, что они продемонстрировали, смахивают на его почерк, но я совершенно уверен, что они подделаны. Во-первых, там стоит подпись «Скиф великолепный». Даже если ему что-то и ударяло в голову, обычно он припасал сказочные титулы для чиновников. Верно. В течение последних нескольких месяцев он меня частенько удивлял, однако в том, что произошло сегодня, слишком много несоответствий даже для Пентюха. «В таком случае нам надлежит выяснить, кто купил все перечисленные в счете вещи, скрывшись под именем Скифа», – ответил кореш. Я бросил взгляд на эскакун, стоявший на столе, где я его и оставил. Подарок от Скифа, присланный через танду, совершенно неожиданный, но в полном соответствии с характером парня и его идиотски с щедрой натурой. «Клянусь, ты прав», – громко и злобно провозгласил я. «Не позволяй никому пятнать доброе имя моего бывшего партнера по бизнесу. Его репутация стоит гораздо больше какого-то жалкого маленького счетика, даже сотни крупных счетов. Чем ты собирался заняться сегодня? Я бы не отказался от помощи». «Собственно, ничем», – ответил кореш, явно польщеный. «Я счел бы за честь помочь тебе в такого рода предприятии. Но как мы отсюда выберемся? Главный путь закрыт, как ты совершенно справедливо заметил, а мои способности в области магии и волшебства весьма ограничены. Меня сюда послала моя добрая мамочка, и я ожидал, что Танда перенесет меня обратно». «Никаких проблем», – пообещал я с широким жестом, продолжая прохаживаться по залу. Потом подошел к столу, взял искакун, сжал его в чешуйчатой ладони и продемонстрировал корешу. «Вот наш помощник». Мы преградили вход в шатер остатками мебели и отправились в путь. Вначале мы прибыли на пент. Во внешности и во всем остальном у нас с корешем мало общего. Но из-за межпространственных скачков нас обоих называют демонами, что является сокращением от демонстратор измерений. За многие столетия в целом ряде измерений слово это исказилось до такой степени, что когда мы по простоте душевной начинали представляться упомянутым шутливым наименованием, нас порой встречали взбешенные толпы с вилами и факелами. Но в любом случае, даже если оставить в стороне не очень удачное прозвание, саму нашу внешность, к несчастью, отнюдь нельзя назвать приятной с точки зрения обитателей других измерений. Нигде больше, как я полагаю, нельзя встретить такого же мускулистого, покрытого зеленой чешуей, желтоглазого, но учтивого изверга и громадного заросшего кустистой шерстью лилового тролля. Прежде всего мы позаботились о том, чтобы ни в коем случае не материализоваться поблизости от того трактира, где Скиф отсиживался в одиночестве, постоянно занимаясь магией, а оказался где-нибудь в окрестностях королевства Пасилтум, где Скиф в течение некоторого времени занимал место придворного мага и чародея. Я же выполнял при нем функции ассистента и финансового агента. У нас с корешем достаточно физической силы и мозгов, чтобы добыть нужную информацию. А нам нужен был эксперт по торговым центрам. — Ты уверен, что мы не можем отозвать Тананду, чтобы она помогла нам в пассаже? — снова спросил я, заметив, что башни королевского замка проглядывают сквозь прозрачную дымку над лесом. — Она ведь самый компетентный магазинчик из всех мне известных. По вещей тропе мы отправились вниз по холму. — Думаю, что не сможем, — ответил кореш, не пытаясь скрыть сожаление и от досады сбивая своей громадной ножище поросли утесника на тропе. — Мне даже не хочется думать о том, что может устроить мамуля, если мы сейчас попробуем помешать ее планам. Как насчет Банни? У нее тоже имеется обширный опыт в сфере розничной продажи. — Ее трудно будет привлечь, не расторожив скива, не дав ему понять, что что-то не так. А мне бы не хотелось надоедать ему из-за мелкого недоразумения, — заметил я. Банни тоже уроженка Пента, но очень разумная, очаровательная и опытная. Она племянница Дона Брюса, крестного отца синдиката. — Кроме того, будет неплохо, если за ним присмотрит кто-то, кому мы доверяем. Я сунул руку в карман в поисках шара для донесений. Это весьма удобные короткие заклинания, когда-то обогатившие своего создателя, способные найти любого адресата, как бы далеко он ни располагался. Они могут даже пересекать другие пространства и измерения. Правда, здесь для них имеются определенные ограничения. Я нацарапал небольшую записочку для бани на пергаменте, с помощью заклинания заключил ее в шар из золотого света и запустил в воздух. Мгновение шар покачивался над нами, затем рванулся в сторону постоялого двора. «У самого скива ты не хочешь связывать», начал кореш. Я нахмурился. Для этого у меня была масса причин, но о некоторых из них мне просто не хотелось говорить. Кто больше всего будет настаивать на невиновности обвиняемого? Конечно же, сам обвиняемый, что вполне естественно. Все равно, как говорить, что я ищу поджигателя, в то время как окружающие видят зажигалку у меня в кармане. Я припоминаю, как несколько лет назад оценивал волшебное охрану устройства для межбанковского движения средств у гномов. И один из ребят, у которого в кассе постоянно обнаружилась недостача, непрерывно твердил о некоем таинственном сотруднике, якобы выносившем ящики с золотом за мгновение до того, как в дверь входил контролер, и... Куриш поспешно прервал меня. Другим словом, ты хочешь сказать, что Скиев будет не очень убедительным свидетелем по своему делу. Ну что ж, значит, нам остается только положиться на Машу. По знанию базаров и других торговых центров у нее нет равных, кроме, конечно, вышеупомянутых. Поначалу Маша работала у нас в качестве помощницы и ученицы Скиева. И совсем недавно приняла на себя его обязанности придворного мага. Она неплохо устроилась в Пасилтуме, подружилась с королевой Цикутой и вышла замуж за тамошнего главнокомандующего генерала Хью Плоксикира, чертовски привлекательного мужчину, весьма впечатляющей наружности. В самый раз для Маши. Крупная, почти круглая, облаченная в шифон фигура, определенно женская, плавала по небольшой комнате, словно воздушный шар. Ее превосходительство, придворная волшебница Пасилтума, отличалась склонностью одеваться так вызывающе ярко, что показалось бы явным излишеством даже на масленичном карнавале. Ярко-оранжевые волосы были закручены в узел и заколоты на затылке, дамы не составлять слишком сильный контраст с шароварами и жилеткой рубинового цвета. Шелковый шлепан со слепительного аквамаринового цвета добавляли в эту гамму еще одну резкую ноту. На шее, запястьях, лодыжках, пальцах, талии висели десятки золотых и серебряных цепочек, браслетов, колец и бус. Прекрасно зная Машу, я был осведомлен и о том, что все ее украшения наполнены разного рода магической силой. «Ну и в чем дело, старина?» спросила Маша, перебирая свое снаряжение на груди в поисках чего-нибудь особенно магического. По всей комнате были развешаны разноцветные шарфы. Ожерель и кольца, излучавшие громадную волшебную силу и поражавшие даже мой ко всему привыкший взгляд, скользили между ее пальцами, которыми Маша пыталась нащупать магические аксессуары, необходимые ей именно в эту минуту. «Ты что-то редко стал меня навещать, и уж совсем не ожидала я, что услышу от тебя здесь подобную просьбу. Не хочешь ли ты отправиться со мной в пассаж?» «Я, конечно, готова помочь. Я же тебе очень обязана за помощь на Брейкспире, да и раньше ты мне частенько помогал». «Да что ты! Все мелочи!» прорычал я, почти не обратив внимания на ее слова, занятые своими совсем невеселыми заботами. «Если я начинаю думать о литерациях, значит, я близок к точке кипения. Подобные поэтические экзорсисы больше подходят корешу или нонсу. Я же считаю себя парнем прямым и простым». «Откуда тебе известно о пассаже?» «Стойте, я задался тем же вопросом», заметил кореш. Тролль уселся на крышку громадного комода, где он мог сидеть спокойно, не мешая порхавшей по комнате Маше. «Сам-то я впервые о нем услышал, только сегодня». Она на мгновение зависла в воздухе и бросила на нас тот сардонический взгляд, который мы обычно устремляем на человека, спросившего нас, откуда нам известно, что вода мокрая. «Любой женщине достаточно посмотреть на вас, чтобы сразу понять, что ни у того, ни у другого уже давно не было настоящей зазнобы, которой вам хотелось бы подарить что-нибудь особенное», скептически усмехнулась Маша. «Последнее время я был очень занят», заметил кореш. «Если бы сквозь его густой мех можно было бы разглядеть кожу, то, несомненно, все увидели бы, что она покрыта густой краской смущения». «Ну и какой же будет твой ответ?» перешел я к делу, не желая давать Маше других поводов для уколов в наш адрес. «Моя личная жизнь или ее отсутствие никого не должна касаться, кроме меня самого». «Ну», – начала Маша, повернувшись к нам с очаровательным сундучком из розового дерева в руках. «Если бы вы когда-нибудь бывали в пассаже, вы бы знали, что там сейчас идут на расхват вот такие вещички». Она вытащила из сундучка горсть каких-то фенечек и протянула нам. Я наклонился вперед, чтобы получше их разглядеть. Даже мои, утомленные здешним блеском глаза увидели, что с этими украшениями что-то не так. Я взял одну штучку в руки и стал внимательно рассматривать камни в ней. «Очень-очень необычная отделка», – пробормотал я, да и металл к тому же тоже какой-то необычный. Кабошоны с насечками у оснований, создающие интересные узоры при взгляде на них через боковые грани, обычно оправлялись в такие металлы, которые давали дополнительные собственные радужные оттенки. Ничего подобного раньше я не видел. Но Маша абсолютно права, говоря, что в данный момент у меня не было особых причин для приобретения ювелирных украшений. «Мне их купил Хью», – объяснила она, демонстрируя браслеты, ожерелья и броши. Затем зачерпнула горсть колец. «А кольца я купила себе сама, у разных продавцов магических предметов. Вот из этого исходит тепловой луч, а это способно вызвать не очень сильные галлюцинации. А то просто восхитительно. Я не могла пройти мимо. Оно вас ослепляет». Мы оба наклонились поближе, чтобы получше его рассмотреть, и мгновенно все вокруг скрыла полная и непроницаемая тьма. «Что, черт возьми, случилось?» – воскликнул я. «Извините», – послышался голос Маше. Через мгновение мы вновь узрели свет. Маша виновата смотрела на нас. «О, простите, я не хотела приводить кольцо в действие. Оно ведь на самом деле ослепляет. Но, к счастью, только на время. Вот что вы можете купить в пассаже. Он очень большой, и торговцы там только с самого высокого класса. На базаре вы можете найти всего понемножку, но вот что касается пассажа, то там вы, конечно, веселых подушек и свистков для приманивания драконов не отыщите. Итак, что же вас там может интересовать, если вы никогда ничего не покупали в пассаже? «Все дело в Скиве», ответил я. «С ним что-нибудь случилось?» спросила Маша, резко подняв голову и сжав толстые губы. «Не знаю», искренне признался я, после чего в подробностях объяснил цель своего визита. Насколько я понимаю, кто-то пытается выдать себя за Скива. Не да, конечно, хитро, но, с другой стороны, глупо, так как, естественно, никто никогда не усомнится в том, что волшебник на самом деле является тем, за кого себя выдает, кроме, понятно, друзей самого волшебника. Я абсолютно убежден, что Скив никогда не бывал на флиббере и ничего не покупал ни в каком пассаже. И здесь я нахожу подтверждение своему предположению. И словно отголоском моих слов в окне мелькнул огонек. Я открыл окно и в руки мне упал шар величиной скулак. Теперь свечение было лиловым, а не золотистым, что означало, что в шаре находится ответ. Стоило мне прикоснуться к нему, как он растворился, я уже держал кусок пергамента. Девил, придумавший их и продававший на базаре, получал неслыханную прибыль. В этом месяце. В следующем же месяце, вне всякого сомнения, найдется какой-нибудь другой производитель, который разгадает его ноу-хау, начнет подделывать их и, конечно, серьезно сократит доходы того первого парня. Я с облегчением вздохнул, увидев почерк бани. В послании говорилось, что нет, скиф никуда с пента не убегал, за исключением короткой отлучки на вух. С ним все в порядке. Какое-то время она без особого труда удержит его на постоялом дворе. Завершалось же письмо вопросом, где находится пресловутый пассаж и как до него добраться. Женщины есть женщины. Есть вещи, которые объединяют их всех без исключения. Вот так. Банни пишет здесь, что парень никогда не бывал на флипбере. Значит, долги оставил не он, а это единственное, что требовалось выяснить. И теперь ты собираешься направить предупреждение самозванцу? спросил кореш, глянув на меня своим лунным глазом. Для непосвященных. Громадный, покрытый лиловой шерстью тролль, с глазами странной формы, может производить комичные впечатления забавного и вполне безобидного существа, но я бы никому не порекомендовал выводить его из себя. Я собираюсь сделать нечто большее, прорычал я. Вопрос стоит более чем от четверти миллиона золотых. Кто-то задолжал столь огромную сумму, и я хочу, чтобы долг был оплачен, при том, что оплачивать ее будет ни Скиф, ни я, ни кто-то из вас. Кроме того, должник задолжал кое-что и лично мне. Новое кресло! Согласен, провозгласил кореш. Четверть миллион проделают недурную дурищу в семейной казне. Еще бы, согласилась Маша. Столько всякой всячины я накупила бы в волшебных лавках на такую сумму. Ну, что ж, сейчас я оставлю записку для Хью, и мы двинемся в путь. В нашем распоряжении было два способа магического перемещения в пространстве, из-за чего и возникло некоторое замешательство. Наконец мы решили, что совершить прыжок должна Маша. У меня свой иск как он, но ни у кого нет такого опыта работы с разного рода приспособлениями, как у Маши. Воспользовавшись четким описанием пути, которое нам предоставило информационно-поисковое заклинание, применявшееся Машей вместе с набором древних медальонов, украшенных бирюзовыми блямбочками, мы через несколько мгновений очутились практически на пороге пассажа. Глава вторая. Нашему прибытию предшествовало значительное перемещение воздушных масс, сопровождавшись одновременным перемещением и нескольких тел. Когда мы материализовались, мои руки оказались прижаты к бокам давлением огромадной толпы, окружавшей гигантское белое здание. Ну и ну. В самом деле весьма величественно, подумал я, пытаясь одним взглядом охватить как можно больше пространства. Здание высотой в три колоссальных этажа было построено из белого мрамора и вверху венчалось горгульями, выглядывавшими из-под конька крыши, выложенной изогнутой красной черепицей. На фронтоне под козырьком крыши с нашей стороны здания я разглядел фриз с очень знакомой фигурой в центре. Это был храм Агоры, богиня торговых центров, которые поклоняются в очень многих измерениях. Правда, насколько мне известно, на Деве она не пользуется особым почетом. Возможно, она просто сама питала отвращение к Деве. Все места поклонения Агоре отличаются особым исключительным порядком. Базар уже любой порядок абсолютно чужд. Насколько я помню, у меня лично никаких стычек с Агорой не было. Я попытался выбраться из толпы и протиснуться поближе к зданию. О, нет, так не пойдет, раздался резкий женский голос. Я тут же почувствовал, как множество рук подхватило меня сзади и подбросило в воздух. По протестующему рычанию кореша и удивленному воплю Маши я понял, что их тоже схватили. На Примаше были ее приспособления, с помощью которых она взлетела высоко над толпой, а меня и тролля продолжали передавать из рук в руки, словно ведра с водой в пожарной бригаде, пока мы наконец с громким стуком не грохнулись на землю за пределами безумной орды. Поднимаясь на ноги, мы ощущали на себе злобные женские взгляды. «Что происходит?» возопил я, пытаясь не утратить в создавшейся ситуации чувство собственного достоинства и не слишком выходить из себя. «Аргобля!» воскликнула мне в ответ драконша, возбужденно махая своими голубыми крылышками. «Неужели это столь необычно?» спросила Маша. «Пассажа она бывает каждый день только один раз», угрюмо ответил бледно-зеленый спутник драконша. «Но картока!» добавил какой-то его знакомый. «Скидка семь процентов на все!» Семь процентов показались мне не таким уж большим дисконтом, но большинство покупателей по-видимому полагали, что выгода здесь несомненная. «А почему собралась такая толпа?» спросил я. «В десять открытия», сообщила голубая драконша. Часы на животе у агоры на фронтоне здания показывали, что до десяти остается несколько минут. «Мы заметили, что вы пытаетесь пройти без очереди. Могу вас заверить, что если вы попытаетесь это сделать, вас раздерут на части». «Мы останемся здесь», заверил я и поднял руки в знак смиренного приятия нашей участи. Тут появился какой-то маленький мужичок с куполообразным черепом, темно-синей кожей и узкими длинными заостренными ушами, который, казалось, не обращал ни малейшего внимания на грозившую ему опасность. Я с любопытством наблюдал за тем, как он пробирается сквозь толпу покупателей, с завидным упорством продвигаясь вперед. Его снова и снова отбрасывали назад, и он приземлялся у моих ног. Я не мог не восхититься настойчивостью парня перед лицом преграды, с которой я сам никогда не решился бы мериться силой. И вот его отшвырнули в очередной раз, уже с разорванной одеждой и с первыми признаками большого ярко-лилового синяка под глазом. «Вот так», воскликнул бедолага, вновь приземлившись почти у самых наших ног. Он поднялся и стал отряхиваться. «Ну вот еще раз, они вышвырнули меня, и я не могу открыть пассаж». «Я вам помогу», пообещала Маша. Она опустилась немного ниже, подобно большому оранжевому шару, и подняла мужичка в воздух. И тут же, со стороны разъяренной толпы, в них посыпались молнии и снаряды самого разного рода. Тем не менее, Маша несла его вперед к началу очереди, ловко ускользая от всех стрел. У самых дверей пассажа она опустила мужичка на землю и взмыла вверх. Двадцатифутовые двери распахнулись, и орда покупателей ввалилась внутрь. Маша подплыла к нам и с довольным выражением лица опустилась на землю. «Совсем неплохо начать день с благодеяния», заметила она. «Пойдем», поторопил я их, все уже мчались ко входу. «Идем, кореш!» Маша взвизгнула, что-то мохнатое пронеслось мимо нее. «Он украл мой кошелек!» закричала она. «Сейчас я его поймаю!» галантно предложил помощь кореш и сделал движение вслед маленькому коричневому существу. Однако Маша схватила тролля за руку. «Не надо!» сказала она, улыбнувшись. Вложив два пальца в рот, Маша громко свистнула. Скачущее создание, которое волокло за собой оранжевый кошелек, по величине почти не уступавшей похитителю, издало вопль отчаяния, заметив, что у кошелька выросли ножки. Кошелек подскочил, открылся, одним глотком проглотил своего похитителя и захлопнулся. И, судорожно кладясь, кошелек вернулся в руки Маши. «Ну там внутри?» спросил кореш, и мы оба наклонились поближе. Я чуть-чуть приоткрыл сумочку и сунул туда руку. Моя шкура по сравнению со шкурой троллей очень плотная, к тому же ее покрывает толстый слой чешуи. Крошечное создание попыталось укусить меня за палец, но я ухватил его за загривок и извлек наружу. «Крыса!» только успел я воскликнуть, прежде чем она вцепилась мне в сухожилие на запястье. Громко чавкнув, зверюшка вонзила свои длинные острые зубы вместо на сгибе большого пальца. Я взвыл от боли. Пальцы безжизненно повисли, и прежде чем мне удалось схватить маленькое чудовище другой рукой и не раздумывая раздавить его, оно вспрыгнуло мне на плечо, оттуда юркнуло в толпу и... поминай, как звали. «Ах ты, сын, паршивый, объеденный блохами, сучки!» процедил я сквозь зубы, безуспешно пытаясь сжать кулаки. «Крыса очень серьезная проблема пассажа», сообщила проходившая мимо женщина в белом отороченном мехом пальто. «С тобой все в порядке, старик?» спросила Маша с беспокойством в голосе. «Да, черт возьми, да!» прорычал я в ответ. Кожа на руке была разорвана, но в следующий раз при встрече с мерзким паразитом я его не упущу, делаясь с ним по-своему. Глаза Маши сверкнули. «Ну что ж, тогда пойдемте!» Пассаж открыт. «У меня есть свой очень четкий алгоритм решения сложных проблем, от которого я стараюсь не отклоняться. Шаг первый. Определить проблему. Шаг второй. Оценить сложившуюся ситуацию. Шаг третий. Сформулировать возможное решение. Шаг четвертый. Воплотить это решение в жизнь. Шаг пятый, если возможно. Получить вознаграждение. В данном случае возможностей для пятого шага не предвиделось. Зато первый шаг уже был определен. Кто-то пытался нагреть скива на приличную сумму в надежде, что он заплатит или начнет безнадежно оправдываться перед лицом вполне обоснованных обвинений. Несмываемое пятно на репутации было самым меньшим из того, что в данной ситуации грозило скиву. А вот вероятность того, что ему все-таки придется выплатить по сажу немыслимую сумму и возможно даже пойти под суд по обвинению в мошенничестве казалась вполне реальной. Мне оба варианта представлялись чудовищными и неприемлемыми. Деньги, конечно, всегда можно компенсировать. Хотя, как ни прискорбно признать, мне тяжко расставаться даже с медным грошом. Если вы по-настоящему бережливы, нет нужды искать, где подзаработать денежат. Они сами работают на вас и приносят вам прибыль, а вот репутацию восстановить практически невозможно. На нашем уровне парень находится в самом начале своей учебы на волшебника, а я в данное время лишен магических возможностей, то, что люди думают о тебе ничуть не менее важно, чем то, чего ты достиг на самом деле. Более того, хорошая репутация в глазах окружающих может сослужить более полезную службу, нежели реальные достижения. Если распространится слух, что Скиф настоящий кидала, никакие чудеса и свершения в будущем ему уже не помогут. Шаг второй подразумевал анализ ситуации, и мы проследовали в пассаж за огромной лавинообразной толпой. Едва мы переступили порог, нас сразу же огрушила грандиозная волна звуков. А я-то думал, что на базаре шумно. Сквозь звуковой поток приходилось пробираться, как сквозь горную лавину. Мои уши, торчащие своеобразными треугольниками с обеих сторон головы и, как мне кажется, являющиеся одной из самых привлекательных особенностей моей внешности, гораздо более чувствительной, нежели уши тролля или пентюха. Маша и кореш непроизвольно сжались под чудовищным натиском шума. Мне он тоже был крайне неприятен, но я скорее соглашусь, чтобы меня обскоблили кухонным ножом, чем продемонстрировать свою слабость на публике. И только мысль о репутации закаленного и непреклонного исследователя удержало меня от того, чтобы тут же извречь мой навехонький искакун и отлететь отсюда куда-нибудь подальше, в какой-нибудь миленький тихонький ураганщик, в котором можно было бы отдохнуть от этого кошмара. «Может быть, уйдем!» прокричал кореш. «Держись! Держись, дружище!» Лывя над нашими головами, Маша что-то нащупывала у себя на поясе. Внезапно шум уменьшился до вполне выносимого предела. Конечно, я продолжал слышать музыку, шаги и болтовню тысяч голосов, но впечатление, что у тебя в голове грохочет большая группа тяжелого металла, явно прошло. «Конус тишины!» объяснила Маша, указывая на треугольный золотистый талисман, свисающий с ленточки оранжевого шифона. Купила за гроши, но он оказался очень полезным. Я немного потряс головой, чтобы прийти в себя от возникшего и вынужден был согласиться с Машей. Облегчение от наступившей относительной тишины позволило мне немного трезвее и внимательнее оглядеть окружавшую местность. Если поначалу я не мог поверить, что здесь можно оставить четверть миллиона золотых, то очень скоро переменил свое мнение. Пассаж напомнил мне базар, но был гораздо чище, источал меньше разнообразных ароматов, и в нем было прохладнее. Гораздо прохладнее. Пока мы пробирались среди грандиозных орд-покупателей, в основном женского пола, холодный ветерок время от времени обдувал мне шею. Огромное большинство посетителей казались чрезмерно возбужденными и озабоченными, а некоторые вызывали просто ужас. Они бродили словно зомби, с темными кругами под глазами, их неудержимо притягивали к себе яркие огни множество мелких магазинчиков, размещенных здесь. Я видел несколько таких несчастных и на базаре. Это шопоголики. Некоторые из них находились на самой последней стадии заболевания. Судорожно трясущиеся руки сжимали холщовые сумки или сетки. Бедняги уже не испытывали никакого удовольствия от того, чем занимались, но чувствовали лишь мучительную патологическую потребность в покупках. Где же их друзья? Разве могут настоящие друзья позволить другу запокупаться до смерти? Перед нами простирался длинный проспект, по обе стороны плотно забитый магазинчиками, располагавшимися по вертикали галереями на три уровня вверх под свочатой крышей, поддерживаемой толстыми резными балками, на которых сидели разнообразные птицы и прыгали ящерицы. Их щебет воркование и чириканье вносили значительную лепту во всеобщую какафонию. Конца проспекту не было видно. Казалось, он уходил в бесконечность. Картока мы нашли без особого труда. Сверху звучала бойкая мелодия в быстром темпе, с которой соревновались местные группы, и все это создавало оглушительный контрапункт с воплями и криками покупателей, лезших по головам друг друга только ради того, чтобы заполучить пестрые куртки и шали, которые, кажется, были здесь главным предметом спроса. Маша бросила на прилавок тоскующий взгляд, однако все-таки удержалась и прошла мимо. Но здесь торговали не только одеждой, шарфами и накидками. Отнюдь. Ларьки с бижутерией манили разноцветием сверкающих камней. Глядя издалека, я не мог в точности определить, какие из камней настоящие, а какие поддельные. Но впечатление они производили незабываемое. В лавках, продававших мечи и сабли, можно было увидеть вспотевшего кузнеца, гнущего сталь над пламенем и спускаемым сидящим на цепи драконом. Почти готовый меч отливал множеством оттенков. Вокруг кузнеца стояли несколько викингов, пробовали на палец остроту лезвия наверхеньких топоров и одобрительно кивали головами. Рядом с кузницей размещалась парочка книжных лавок, предлагавшая фолианты в переплетах из экзотической кожи, украшенных самоцветными камнями. Входы в несколько ловчонок были завешаны тонкими прозрачными тканями, из чего можно было заключить, что здесь торгуют чем-то волшебным. Что и говорить, пассаж значительное предприятие. Маша была права. «Мы прошли через вход Д», провозгласила Маша, демонстрируя нам толстый свиток. «Это обозначено на шкуре дракона над дверями». Она указала на вход, через который мы только что вошли. «У тебя карта?» спросил я, протянув руку. «Не карта, а Атлас», поправила Маша и позволила мне взглянуть на него. От свитка исходило свечение. Маленький светящий диск указывал «Вы находитесь здесь». Я продолжал разворачивать свиток до тех пор, пока не оказался весь в кольцах папируса. Я испытал истинное потрясение. Проход от дверей Д представлял собой один из двенадцати входов в пассаж. Торговое пространство заключавшееся внутри этих стен было невероятно велико, а каждое крыло к тому же насчитывало несколько этажей. Приходилось напрягать зрение, чтобы рассмотреть цветастые буквы и прочесть названия лавок и магазинчиков. Впрочем, запоминать их не имело никакого смысла, так как схема волшебным способом постоянно обновлялась. Зеленый квадратик во второй галерее, отмечавший лавку Билко, вдруг исчез и возник снова в более обширном месте как раз неподалеку от нас. Я поднял глаза вовремя, только как среди фейерверка из разноцветных флажков явился новый магазин. И сразу же толпы покупателей разделились, и одна из них бросилась к новому прилавку, стараясь ничего не упустить. «Здесь же тысячи магазинов и магазинчиков», воскликнул я. Маша бросила на меня удивленный взгляд. «И это я слышу от парня, который практически живет на базаре». «Здесь все совсем другое», возразил я. По проходам пассажа туда-сюда основали какие-то торговцы с тележками и разносчики с товаром, тоже всеми силами пытавшиеся привлечь к себе внимание. Я заметил какого-то дэвола, который выглядел совершенно неуместно среди здешнего окружения в громадном цыганском фургоне на колесах со спицами, выкрашенном во все цвета радуги. Как только дэвол остановил повозку и поднял боковые шторки, его мгновенно окружили покупатели, представлявшие все известные и неизвестные мне народы и народцы. Все они стремились взглянуть на разноцветные игрушечные палочки. Половина упомянутых палочек обладала способностью разбрасывать ярко-голубые огненные шары, стены шикарными радугами. Большинство толпившихся вокруг зрителей готовы были приобрести это волшебство без особых размышлений. Они не раздумывая совали монетки в протянутую ладонь. И меня, конечно же, ничуть не удивила хищная улыбка на лице дэвола. Я находился в месте, которое было раем не только для покупателей, но и для торговцев. Ни один из покупателей не пытался торговаться, а я, прикинув в уме, пришел к выводу, что дэвол окупил свои вложения по крайней мере раз в пятьдесят. Меня немного изумило только лишь то, что пассаж не до отказа забит дэволами. Хотя, с другой стороны, если бы я торговал игрушками, то, конечно, тщательно скрывал бы всю информацию об этом Эльдорадо от собратьев демонов. У меня чесались руки, я уже начал размышлять над тем, каким бы бизнесом здесь заняться, чтобы привлечь к себе нескончаемые потоки, лившиеся из постоянно открытых кошельков, бумажников, сумок и чемоданов. Но, увы, я отклонился от темы. Я прибыл сюда не для того, чтобы собирать прибыль. Я нахожусь здесь с другой, значительно более важной целью. Я принудил себя вернуться к первому шагу и к скиву. — Эй, ребята, давайте-ка сосредоточимся, рявкнул я. — Мы сюда не за покупками пришли, мы здесь кое-кого разыскиваем. — Ты прав, согласился кореш, с трудом отрывая взгляд от торговца радугами. Маша нехотя подплыла к нам. Может быть, обратиться к дирекции и попросить у них помощи? — Давайте вначале внимательно осмотрим местность, предложил я. Если они узнают, зачем мы сюда прибыли, могут потребовать, чтобы мы заплатили им этот воображаемый долг, а я не собираюсь сдавать им ни гроша. Давайте поспрашиваем, возможно, кто-то видел скива или того, кто себя за него выдавал. Мы пошли по правому краю прохода Д, спрашивая владельцев лавок и продавцов, не видели ли они пентиуха, называвшего себя скивом. Все наши усилия оказались бесплодными. Мы протискивались в магазинчики, лавки, киоски, задавали там несколько вопросов и уходили ни с чем. У Маши был с собой официальный портрет скива, написанный еще в те времена, когда он служил придворным магом и чародеем в Пассилтуме. Думаю, портрет очень похож на скива, так как на нем изображен высокий молодой пентиух со светлыми соломенными волосами, большими невинными голубыми глазами, ничем не напоминающий азартного игрока или влиятельную фигуру, за которых ему порой очень хотелось сойти и которыми он иногда, правда, не очень часто, представал на самом деле. Портрет же показывал скива таким, каким он был, без всяких прикрас. Добродушным, дружелюбным парнем, доверчивостью которого мог легко воспользоваться любой негодяй. Чего уж греха таить, я сам не раз обводил его вокруг пальца. Впрочем, делал это всегда не без пользы для него самого. Никто из тех, с кем мы беседовали, не узнал скива и не смог припомнить, что продавал ему что бы то ни было, не говоря уже об очень дорогих вещах. О том, чтобы заглянуть во все магазинчики, размещавшиеся в пассаже, не могло быть и речи. Карта не давала информации об общем количестве торговых точек, располагавшихся в пассаже. Но я исходил из правильности моих первоначальных прикидок. Здесь их не меньше нескольких тысяч, а может даже и больше. Мы могли бы расхаживать здесь годами, а мне хотелось разделаться с проблемой до того, как откроются бары. Только вот думать становилось все труднее. Амулет Маши помог несколько снизить общий уровень шума, но он ничего не мог поделать с качеством музыки в пассаже. Через каждые пятьдесят футов здесь располагались группы певцов. Они были невообразимо мерзительны на вид и размещались таким образом, чтобы идущие по проходам не имели ни секунды покоя. Как только из виду скрывалась одна группа, тут же появлялась другая. — Вот отдел спортивных товаров, которым продается снаряжение для охоты на скитов, крикнул кореш, пытаясь перекричать звук саксофона, аккордеона и электрогитары, отбивавших тяжелый джаз. Тролль показывал свои большие волоса рукой в противоположную сторону коридора. — Сейчас я туда слетаю, — сказала Маша, поднялась над толпой и поплыла по направлению к указанному отделу. В это мгновение я заметил, что в нее прицелились несколько арбалетчиков. — Маша! — закричал я. От ужаса и неожиданности у нее расширились глаза. Маша попыталась резко отклониться вправо, но было уже слишком поздно. Шесть стрел со свистом пронеслись по воздуху. Четыре из них проделали дыры в ее широких одеждах. Мы с корешем бросились в толпу, схватили Машу и опустили ее на пол. Я приподнялся на цыпочке, высунув голову поверх толпы. Арбалетчики перезаряжали оружие. Я почувствовал, что у меня начинает подниматься давление. «Заботься о ней», приказал я троллю. Не обращая никакого внимания на злобные взгляды окружающих и вопли протеста из толпы, я бегом бросился по проходу, разбрасывая в разные стороны покупателей, попадавшихся мне на пути. Несколько пентюхов, стоявших перед прилавком спортивного отдела, шалело уставились на меня, а я вырвал у них из рук новенькое оружие и буквально стер его в порошок. Отбросив жалкие останки того, что мгновение назад было великолепными сверкающими арбалетами, я с самым решительным видом начал наступать на съежившихся от страха стрелков. Никто, я подчеркиваю, никто не имеет никакого права стрелять в моих друзей. В этом случае он будет иметь дело лично со мной, прорычал я. Пентюхи отступали, что-то испуганно бормоща. Один из них вдруг упал на колени. Я направился к нему, намереваясь схватить его первым, чтобы использовать в качестве дубинки в драке с остальными питью. Внезапно между мной и доставшейся мне по праву добычей возникла фигура голубого цвета. Я хотел бы принести свои извинения, господин покупатель, провозгласил джин, хозяин магазина, низко кланяясь. Толсты со здания с голубой кожей сверкнули чем-то на запястье и пентихи исчезли. Клянусь, происшедшее было чистейшим недоразумением. Прошу вас, успокойтесь. Они приняли ее за мишень. Я собирался остановить их, но опоздал всего на мгновение. Понимаете? И он указал на высокий потолок, где посреди стайки немного нервных голубей были привязаны с десяток круглых пузырей, парочка из которых была выкрашена в те же яркие цвета, что и одежды Маши. Позвольте мне загладить свое вино перед вами, предложил Джин, а на него уже несся кореш, и глаза его пылали негодованием и ненавистью. За ним по воздуху плыла Маша в насквозь продырявленных и разорванных шароварах. Я владелец этого великолепного заведения. Меня зовут Густаво Джинелли. Очень приятно познакомиться с вами. Он низко поклонился. Я дал знак корешу, чтобы он не делал глупостей. «Ни что же вы предлагаете?» спросил я. «А что вам угодно?» Вопросом на вопрос ответил Джин, сделав широкий жест рукой. «У меня имеются самые разные виды охотничьей экипировки. Конечно, никакого тяжелого вооружения. Правила пассажа запрещают торговлю им. Возможно, у кого-нибудь из моих кузенов в одной из лавок есть что-то, что придется вам по вкусу. У нас у Джинелли лавки по всему пассажу». Он с надеждой взглянул на Машу. «Буду счастлив сделать вам какой-нибудь подарок, которым смогу загладить свою прискорбленную вину перед вами». «Но...» Я взглянул на Машу, пытаясь понять, насколько с ее помощью я смогу расколоть этого парня. «Со мной все в порядке», поспешила она заверить меня. «Просто немного испугалась. Ну, посмотрите на мою одежду». Маша подняла край шелковой полы, разорванной в клочья. «Никаких проблем», проворковал Джин, обегая вокруг нее с невероятной скоростью, на которой способны представители джинского племени, и оглядывая Машу с ног до головы. «У моего кузена Римбальди есть как раз то, что вам нужно. Он торгует великолепной одеждой самого разного рода. Его заведение под названием «Вулкан» известно повсюду. Он так щедр. Он с радостью оденет вас с ног до головы, вот увидите, и сумеет вам показать настоящий стиль». Лицо Маши расплылось в широкой улыбке. «Спасибо, старина, очень приятно это слышать. Девушке моего размера приходится очень внимательно следить за модой. Я вас немедленно к ним отправлю», воскликнул джин, складывая руки под подбородком. «Одно минуточку», остановил я его и развернул портрет скива. «Вам случайно не приходилось встречать изображенного здесь парня?» Густаво сурово нахмурился. «И этого мерзкого вора!» рявкнул он. Вокруг его головы начали собираться тучи сверкать молнии. «Я больше никогда не буду доверять Пентюхам. Он забирает у меня набор лучшего обмундирования и расплачивается бумажкой, которая, как оказывается, ничего не стоит. Но не думайте, больше никогда никому не удастся обмануть меня при помощи волшебной кредитной карты». «Я кредитной карты», воскликнул Густаво. Он извлек ее из воздуха. «Мне бы следовало больше никогда не доверять волшебникам, но что поделаешь, ведь их так много и в моем собственном семействе», и протянул ее мне. Судя по ней, у него был очень большой кредит, и я принял ее. Я завернул все отобранные им товары в самую лучшую бумагу, и он исчезает, а в следующее мгновение я уже не нахожу никакого подтверждения, потому что карточка фальшивая. Она не подтверждена никаким кредитом. Никакой банк не примет ее к оплате, что означает, что меня надули на полторы тысячи золотых. Волшебники. Я почувствовал, что Маша и Кореш уставились на меня. Случайное совпадение, бросил я изо всех сил, стараясь сохранять хладнокровие. Любой выдающий себя за скива неизбежно должен быть волшебником. Скорее всего, это какой-то очень похожий на него парень. Как две капли воды, похожие на него, добавил Густаво. Он порылся в широком кушаке на поясе. Мы здесь все насторожи, их так много кругом. Вы имеете в виду не плательщиков? спросила Маша. Их тоже, вот. Джин протянул ей маленький хрустальный шар. Я заглянул в него и увидел там худую физиономию Девола с заостренным подбородком. А через несколько мгновений ее место занял профиль зеленого дракона. Еще через несколько секунд на меня смотрело лицо, очень похожее на скива. Я отвернулся. Шар взяла Маша, и они с корешем с большим интересом заглянули в него. Он обманул и моего брата, добавил Густаво, и восемь. Восемь моих кузенов. Они поклялись собственными руками вырвать его сердце. Это изображение прислал мне мой кузен Франзеппе. Я его постоянно держу при себе, и если он мне когда-нибудь попадется, я... Я... Что я с ним тогда сделаю? Он продемонстрировал жест, из которого можно было заключить, что он собирается завязать несчастного скива в тугой узел. У Маши даже перехватило дыхание. Она вернула Джину хрустальный шар со словами «Спасибо за очень четкое описание, но нам пора идти». Да, конечно, мне так жаль, восхитительная ваша одежда. Мой кузен ждет вас. Он принял свою обычную позу, приготовившись с помощью волшебства выпроводить нас из своей лавки. Приходите, я все еще ваш должник, заходите. Может быть и зайдем, но когда здесь не будет такого количества стрелков, пробормотал мне ухо кореш, когда нас уже начало окутывать туманом. Как только облако опустило нас на пол, я сразу же решил заглянуть в карту и нетерпеливо вертел ее до тех пор, пока не обнаружил маленький вращающийся диск с надписью «Вы здесь». Мы находились неподалеку от входа «Р», рядом с каким-то заведением, из которого изрыгались клубы дыма. «Вулкан», коротко заметил я, указывая на палатку, располагавшуюся рядом с нами. «Ты уверен, что у тебя не появилось желание вернуться на пент и спросить у Скива, не был ли он здесь?» тихонько спросила Маша. «Знаешь, в обучении волшебству могут быть неожиданные побочные эффекты, ведь он так долго занимается магией в полном одиночестве?» «Нет, нет и нет», провозгласил я. «Тому, что нам только что поведал этот парень, можно найти массу объяснений». «Он не лгал», напомнил мне кореш. «Он ведь узнал портрет». «Я слышал», прорычал я, качая головой. «Но пока не хочу вовлекать скива». «Сами подумайте!» Продолжил я рассуждение, не желая, чтобы даже намек на возможность того, что предлагали двое моих бывших служащих, прокрасыв мое сознание. Магические исследования действительно порой приводят к тому, что люди начинают совершать необычные вещи. Ребенку всегда хочется полетать еще до того, как он научится по-настоящему ходить. Давайте внимательно рассмотрим все возможности. Скиф обладает большим потенциалом, но, к сожалению, не столь уж большими возможностями самоконтроля, как хотелось бы. Если в ходе своих магических экспериментов он случайно создал себе двойник, а, мы просто обязаны найти его и устранить. Скиф погибнет или сойдет с ума, если сам столкнется с ним лицом к лицу. Не мне вам говорить, как работают двойники. Я взглянул на лица друзей и увидел в них намек на беспокойство, а отнюдь не скепсис. Они верили скифы скифы не скифы меньше меня. Меня тоже начинало охватывать серьезное беспокойство. Или есть другой вариант. Парень сам ходит по магазинам во сне. Банни, конечно, не сможет его остановить, а сам скиф даже ничего и не заподозрит. Вмешаться следует нам. Для этого ведь и существуют друзья. «Совершенно верно», согласился кореш. «Скажу тебе прямо, ас, когда ты все так четко и ясно разъяснил, я наконец понял, к чему ты клонишь». «Я тоже зеленый чешуйчатый», откликнулась Маша. «Не хотелось бы, чтобы босс попался в ловушку». «Верно», прорычал я. «Поэтому давайте не будем стоять здесь и дрепаться». Я нырнул в вулкан и закашлялся. «Очень похоже на Питтсбург». Стоило вам пройти двадцать футов в густом смоге, как туман начинал рассеиваться, и перед вами открывался обширный интерьер магазина. Пол был в основном черного цвета, но проходы представляли собой ярко-оранжевые и красные полосы, символизировавшие горячую лаву, текущую по застывшей магме. Когда цвета внезапно изменились, я внимательно присмотрелся к ним и обнаружил, что под защитным магическим барьером находится настоящий поток лавы. Мне как-то сразу стало неприятно от мысли, что если по каким-то причинам действие чар прекратится, мы все здесь, включая и меня, мгновенно сваримся. «Великолепная одежда!» воскликнула Маша. «Неплохая!» признал я. «Должен осознаться, у меня природная склонность к моде. Товары в вулкане отличал приятный удобный стиль». Большая часть представленных здесь образцов выражала некую достаточно свободную тенденцию. От тканей в приглушенных, но довольно интересных тонах, таких как кирпичный, горчичный, зеленый с мшистым оттенком, палевый и синий, синий, синий. Синий цвет явно считался в вулкане самым популярным. Полки и стеллажи были забиты брюками, красочная гамма которых простиралась от прозрачных оттенков ледника до густых и насыщенных цветов полуночи. Я внимательно огляделся по сторонам и потерял к ним всякий интерес. Синий тона плохо сочетаются с цветом моего лица. С гораздо большим вниманием я решил оглядеть само заведение. Шершавые неровные стены грубой отделки производили впечатление настоящих склонов вулкана. Их украшали коричневые и зеленые шторы примерно восьми футов в длину. Посетители заходили за них и выходили сопровождаемые джиннами с охапками одежды в руках. Ряд штор скрывался где-то далеко впереди за горизонтом. Напоминает мне наш центр, заметил я. Складывается впечатление, что корпорация МИФ не единственная фирма, использующая дополнительные измерения. На карте, там где была изображена задняя часть магазина, была нанесена волнистая линия, что означало продолжение на следующей странице. Я задался вопросом, почему я раньше никогда не бывал в пассаже. Но извери о нем должны были знать. Множество моих собратьев-извергов примеряли перед рядами магических зеркал десятки самых разных образцов одежды. Какой-то мужчина с гофрированными ушами, который мне показался отдаленно знакомым, выбрал зеленую рубашку из ткани шамбре, и с помощью магии возникло впечатление, что он на самом деле ее надел. Он поворачивался из стороны в сторону, пытаясь оценить покрой и цвет. По моему мнению, она ему очень шла. Мое мнение явно разделяли две стройные голубые джинны, которые обслуживали его. Изверг широко улыбнулся, его улыбка заставила ту из продавщиц, что стояла к нему ближе, отпрыгнуть в сторону, а он потянулся за другой рубашкой на полке. Мое внимание привлекла очаровательная извергиня, стоявшая на изгибе трехмерного зеркала. В руках она держала громадную хапку с самой разной одежды. Она подняла голову, и наши взгляды встретились. Дамочка дарила меня ослепительной улыбкой, и ее четырехдюймовые зубы сверкнули в оранжевом сиянии здешней лавы. У меня бешено забилось сердце. Дамочка загадочно подмигнула мне и начала просматривать стопку пластиковых карточек. Внезапно прелестное видение исчезло. На ее месте появился ничем не примечательный бес в черной с красной рубахе и сиреневых слаксах. Я пожал плечами и отвернулся. Если у кого-то есть склонность к сомнительной перемене внешности, это меня не касается. Краем глаза я заметил, как неподалеку мелькнуло что-то белое. Женщина невысокого роста в белой меховой шубе, та самая, с которой мы беседовали у входа в пассаж, пробиралась к выходу, а ее взгляд нервно блуждал по сторонам. Вдруг в двух шагах от меня откуда ни возьмись появились два джина. От неожиданности я даже отпрыгнул в сторону. Говорю тебе, она была здесь еще мгновение назад, сказал тот, что помоложе. Наглее не бывает. Найди ее, ряпнул второй постарше. Я сдеру с нее ее ярко разукрашенную шкуру. Осмотри здесь все. Я снова внимательно оглянулся по сторонам, но дама в белом след простыл. Еще один джин, вероятно, один из родственников Густаво, судя по несомненному сходству, демонстрировал сказочное достоинство пары синих брюк группе пентюхов, восторженно таращивших глаза. Они окружили помост, располагавшийся в центре магазина, и глазели на происходящее с отвисшими от удивления челюстями. И эти голубые джинсы очень хорошо носятся, вещал джин, тянув их за пояс. Очень удобные, модные, и, добавил он, указывая на пару нашивок из золотистой ткани на ягодицах, карманы по бокам и сзади дают вам возможность не беспокоиться за свое имущество. Да-да, в брюках, на которые вы сейчас смотрите, есть своя собственная волшебная система безопасности. Только представьте, вам больше не придется носить никаких барсеток на поясе и не будет нужды постоянно бояться карманников, способных в любую минуту срезать кошелек, так как ваше имущество надежно защищено внутри одного из этих карманов. У Пентюха в дыхании перехватил от восторга. Некоторые даже зааплодировали. Одна женщина просто расплакалась от радости. Что тут за суета? спросил кореш. Чем они так взволнованы? Охранной системы внутри одежды? И что же в ней такого уж необычного? Я взмахнул рукой. Цивилизация Пента так и не смогла додуматься до карманов. Скиф впервые увидел карман, только когда начал общаться со мной. Ну и ну, воскликнул кореш, явно заинтригованный. Никогда бы не подумал, что они такой ограниченный народец. Что касается Скифа, то он совсем не ограниченный, стала Маша на защиту своего бывшего учителя. Недостаток образования не является синонимом глупости, наставительно заметил я. Из-за внезапно долетевшего до нас клуба дыма мы закашлялись, и перед нами явился громадный, с видом процветающего бизнесмена Джин, с бородой закрывавшей ему грудь. «Добро пожаловать в вулкан!» воскликнул он. «Меня зовут Римбальди. Чем я могу быть вам полезен?» «Нас прислал Густаво!» ответил я. «Мой любимый кузен!» прогудел Римбальди. «В таком случае вы вдвойне желанные гости, я уже знаю, зачем вы пришли. Эта очаровательная дама нуждается в моей помощи!» Внезапно мы оказались в самом центре настоящего урагана розничной торговли, которая повергла бы в изумление даже торговцев Девилов с базара. Две очаровательные джинны материализовались рядом с Машей и начали примерять деяние за деянием на ее весьма обширную грудь. Волшебное зеркало показывало ей, как она будет в них выглядеть под разным углом зрения. Маша буквально сияла от восторга под непрерывным потоком похвал, изливаемых на нее римбальди. «Ах!» ворковала Маша, поворачиваясь из стороны в сторону, чтобы получить полное впечатление от пары розовых джинсов, которые так шли к ее куртке в турецком стиле. Брюки идеально облегали все ее округлости до самых лодыжек, где они расширялись и полностью скрывали ступни Маши. Покрой джинсов был абсолютной противоположностью широким и свободным шелковым одеяниям, которые теперь уступали им место. «Не хочет ли мадам примерить вот эти?» спросила одна из джинн. Она держала руки у подбородка и восторженно мигала. «Уф!» пропыхтела Маша, когда ее пышные формы оказались заключены в красную джинсовку. «Не слишком облегает, как вам кажется?» «Но такова мода, мадам!» поспешили заверить ее джинны. «И покрой вам так идет!» «А мне нравится!» пробурчал кореш. «Выглядит неплохо!» «Вполне, вполне!» добавил я, заметив, что Маша начала колебаться. «Бери их!» «И пошли отсюда!» Я повернулся к владельцу. «Сколько?» «Ну конечно бесплатно!» с широким жестом провозгласил Римбальди. «Долг моего кузена, долг всех нас, Дженелли!» «Вы удовлетворены?» Маша сияла. «Конечно удовлетворены! Какой же вы красавец, такой высокий и синий!» Громадная борода Римбальди разошлась в широкой улыбке. «Мы всегда с радостью ждем вас!» «Еще один маленький вопрос!» сказал я, поднимая пергамент с портретом Скива. «Вам здесь не попадался этот парень!» Добродушие Римбальди мгновенно испарилось, словно вода на гриле. «Самый злостный неплательщик!» прорычал он. «Вот, посмотрите!» Он вытянул руку, и в ней мгновенно появилась охапка бумаг. «Здесь чеки, оплаченные его весьма впечатляющей кредитной картой. И все, все до одного не оплаченные до сих пор. Нет, последние несколько недель он мне на глаза не попадался и должен сказать, ему сильно повезло». Склонив голову, я вышел в шумный коридор. За мной проследовали оба моих спутника. «Ос, я уверен, что все это ошибка», пробормотал кореш, наглав меня. Маша подошла ко мне с другой стороны и взяла под руку. Я оттолкнул обоих. «Никому не позволю вот так просто называть моего партнера по бизнесу вором!» По залу разнеслось громкое эхо от моих слов. На какое-то очень короткое мгновение воцарилась тишина, а затем ее вновь заполнила неизбывная музыка, послышались выкрики продавцов и стук шагов бесчисленных покупателей. «Да не принимай ты такие мелочи близко к сердцу, зеленый великан!» попыталась успокоить меня Маша. «Я уверен, это всего лишь обычное недоразумение. Я совершенно с тобой согласна. Подобное поведение не в его характере, но создается впечатление, что все полагают, будто он действительно обманщик». «Да!» хмуро согласился я. «Именно такое впечатление и создается!» Лютнист из музыкальной группы, расположившийся неподалеку, ударил по струнам и исторгнул фальшивую ноту, струна завренчала жутким диссонансом, терзаемый слух. «Мне нужно выпить!» Множество маленьких кафешек и заведений подобного рода, которые можно было бы назвать закусочными под открытым небом, если бы они располагались не под крышей этого громадного дворца, находились с обеих сторон основных проходов. Я сделал знак своим спутникам, чтобы они сопроводили меня в одной из них, которая соседствовала с группой музыкантов. Музыка продолжала преследовать меня, она была непередаваемо чудовищна. Хотелось протянуть руку, вырвать инструмент из рук лютниста и показать ему, что он держит лютню верх ногами, но при его обезьяньих навыках игры на последнее вряд ли могло иметь существенное значение. Конечно, я мог бы разбить лютню о его голову и тем самым оказать реальную услугу обществу. С другой стороны, создание, очень напоминавшее ящерицу и игравшее на крадугле, свое дело знало неплохо. Примечание, что такое крадугло, я так и не нашел ни в интернете, ни в справочниках. Красный карман у него под подбородком раздувался, затем медленно сдувался, наполняя воздухом многочисленные мешки на его инструменте, из которых затем исходил своеобразный полифонический скулеж. Рядом с нами примастился воришка, которого привлекли задние карманы на новых брюках Маши. Примечание, что такое крадугли, я не нашел. Что такое крадугли, я в интернете не нашел, но думаю, что это что-то типа шотландской волынки, но думаю, что это что-то вроде шотландской волынки. Глава четвертая «Руки вверх!» рявкнул грубый голос. «Повернитесь ко мне лицом! Медленно!» Я нюхом чувствую, когда противник превосходит меня численно. Очень, очень медленно я повернулся, подняв руки, как и было приказано. Кореш сделал то же самое. Зависшая в воздухе Маша уже давно подняла руки. Посреди заваленного мусором коридора на нас взирал либо хор из розмари, либо значительная часть сил безопасности пассажа. Я сбился со счета, когда, пересчитывая этих крупных, плечистых, голубокожих созданий в костюмах стиля ренессанса, дошел до ста. Они стояли, целясь у нас из жуткого набора самых разных видов вооружения. В одном из голубых красавчиков по дополнительному пучку перьев на шляпе я узнал не только командира всего подразделения, но и офицера, арестовавшего карманника, которого я выкупал в фонтане. «Привет, дружище!» приветствовал я его радостной улыбкой. Он отступил от меня на шаг, физиономия его вытянулась в торжественную гримасу, намекавшую на то, что отношения между нами могут быть только официальными. Рука офицера сжалась на шесте, в котором, как я сразу же понял, содержалась масса самого разного магического заряда. «Кто это? Кто они такие?» раздался чей-то голос. Белые шляпы поднимались и опускались. Кто-то пробирался сквозь толпу по направлению к нам. Двое ближайших к нам солдат охраны расступились примерно на фут, и перед нами появилась маленькая согбенная фигурка. Взгляд ее был устремлен на пол перед собой. Карлик выпрямился, поднял голову, окинул взглядом меня, затем кореша, потом перевел глаза на Машу. «Вас я помню с утра», «Извиняемся за то, что нарушили заведенный у вас порядок. Я понимаю, вы все очень занятые люди, но и у нас дел не меньше вашего, поэтому, если не возражаете, позвольте нам вернуться к выполнению очень важного дела». Старичок повернулся к капитану за объяснениями. Гвардейц встал на вытяжку, и перья у него на шляпе запрыгали в причудливом танце. «Я под страхом смерти и не позволил бы напялить на себя подобное одеяние. Ну, разве что на масленичном маскараде». «Мы почти уже целую милю преследуем их, господин Моа. Они препятствуют нормальной торговле на протяжении практически получаса. У меня уже целая стопка жалоб от покупателей и владельцев магазинов». Он щелкнул пальцами, из толпы вышел еще один такой же расфуфыренный коп с кипой бумаг в руках. «Относительно поломанной мебели, учененного беспорядка, оскорблений и тому подобного». «Ну-ну-ну-ну!» воскликнул старик, простирая руки в нашу сторону. «Вы вовсе не похожи на нарушителей порядка. Особенно эта милая дама. В чем же дело?» Я попытался, чтобы мои слова звучали столь же дружелюбно и здраво, как и слова стоявшего передо мной старца. — Мы хотим догнать одного знакомого. — И вы бежали за ним сюда? — с нескрываемым скепсисом спросил старик. — Насколько я понимаю, ваш знакомый не желает с вами встречаться. Не так ли? — Не так. Где же он? — Минуту назад он был здесь, — начала Маша. — Он ваш должник, — перебил ее старик, смелив пронзительным взглядом. — Не совсем, — ответил я, чувствуя себя несколько задетым из-за того, что он постоянно нас перебивал. — Я узнал его, господин Мааа, — воскликнул вдруг один маленький флеберит, делая шаг вперед из толпы. — Этот извращенец — сотрудник великого скива. — Изверг, — прорычал я. — Я его тоже узнал. — Передо мной находился тот самый негодяй, перед носом которого я захлопнул дверь, прежде чем он успел запустить в меня молнией. Маленький наглец не обратил на мои слова никакого внимания. Мы пытались получить от него какую-нибудь информацию относительно места пребывания скива, но он отказался с нами сотрудничать. Он бросил на меня враждебный взгляд. Я продемонстрировал свой боевой оскал, и он поспешно ретировался. Без двух своих головорезов парень был уж совсем не таким крутым. В толпе их не было. Наверное, занимались где-нибудь своим любимым делом, сталкивали с тротуара старушек под колеса проезжающего транспорта. — Ну ладно, придержи язык, — прошипел третий флеберит и вышел вперед на своих кривых ногах. Он отличался значительно более крупным сложением, чем два его товарища, и потому напомнил мне старого батрака с фермы. — Ты мог и дом перепутать. С тобой такое случалось и раньше. Ты ведь вовсе не такой идеальный работник, как пытаешься показать. — Я не перепутал дом, — проворчал нахал. Старик пристально посмотрел на меня. — И вам известен упомянутый здесь великий скиф. — Мне показалось, что все охранники пассажа наклонились ко мне, желая получше расслышать мой ответ. — Послушайте, мы не могли бы где-нибудь переговорить с вами с глазу на глаз? — спросил я, понижая голос и переходя на конфиденциальный шепот. — В моем кабинете! — выпалил Моа. Мне всегда нравились парни, которым не приходилось долго думать, прежде чем принять решение. А так как при его словах гвардейцы моментально опустили нацеленное на нас оружие, он мне понравился еще больше. Старик резко взмахнул рукой, и гвардейцы расступились, освободив нам проход. Моа сделал нам знак, чтобы мы шли впереди него. — Господин Моа! — к нам подбежала маленькая фигурка. — Дама в белом меховом пальто, которое мы видели в вулкане. Очаровательная маленькая личика, если вам нравятся худенькие с черными заостренными носиками. — Что вам еще нужно? — простонал Парваттани, вращая глазами. Он взял ее за руку. — Убирайтесь отсюда! — Господин Моа! — умоляющим голосом возопила дамочка, пытаясь вырваться и пробраться к крошечному старому чиновнику. — Прошу вас, я располагаю очень важной для вас информацией. — Ну-ну-ну, дорогая! — проворчал Моа, поотечески похлопав ее по щеке. — Я занят. Послушаю ваши фантазии как-нибудь в другой раз. Поэтому я уверен, что это не мой друг. Подняв для большей внушительности палец, я завершил свои объяснения, потребовавшие довольно значительного времени. Кабинет Моа был обставлен так, как, по моему мнению, должны быть обставлены все кабинеты чиновников. Вся мебель, включая книжные полки на стене рядом со столом Моа и великолепный бар с резными стенками на противоположной стене, была изготовлена из дорогой древесины разных оттенков красного дерева. Зеленые обитые кожей кресла, что стояли за рабочим столом из мрамора и бронзы и перед ним, были удивительно мягкие. Сам стол отличался настолько гладкой поверхностью, что напоминал каток. Кресло, казалось, готово было поглотить меня, поэтому мне пришлось примаститься на самом краешке, чтобы во время беседы сохранять пристойную позу. Парваттани настоял на том, чтобы ему было позволено стоять на часах у дверей. Теперь же создавалось впечатление, что он пожалел, что не откликнулся на высказанное в начале предложение господина Моа сесть в одно из кресел. Флиберит был превосходный слушатель. В течение всего времени он не сводил с меня глаз и лишь иногда опускал их, чтобы сделать какие-то записи. — Ну что ж, и это все? — спросил он, когда я, наконец, позволил себе всем телом окунуться в роскошную обивку кресла. Очаровательное юное создание в скромной дирндлевой юбке и корсаже принесло мне пинту виски в стакане из тонкого хрусталя. Я одним глотком осушил его и поставил на стол в ожидании новой порции. — Да все! — Моа наклонился ко мне, крепко сжав руки. — Господин Ас, я выслушал вас и должен сказать, что мне хотелось бы услышать какую-нибудь другую историю. — Я вскочил на ноги. Правда, не без труда. — Я рассказал вам не историю, а истинную правду, — прорычал я так, что даже зазвенел хрусталь. И вы должны были это понять, если две дырочки, что расположены у вас на голове по бокам, способны пропускать разумную информацию. Моа помахал своей маленькой ручкой в воздухе. — Сядьте! Сядьте! — он устало вздохнул. — Я вовсе не хотел сказать, что принял ваш рассказ за сказку. Хотя не отрицаю, что предпочел бы, чтобы он оказался сказкой. — Господин Ас! — Называйте меня просто Ас! — прервал я его, обрадовавшись возможности оборвать высокомерного старикашку. — Ну что ж, пусть будет Ас! Послушайте, я должен вам сказать кое-что такое, что не должно выйти за пределы моего кабинета. Вообще-то я считаю себя космополитом. Я много путешествовал. Я, конечно же, слышал о корпорации миф. И мне много известно о ее репутации. Я могу на вас положиться? — Я перевел взгляд с Моа на кореша и Машу. — Почему же нет? — ответила Маша за всех нас. — Тот факт, что мы сейчас не занимаемся той деятельностью, благодаря которой стали вам известны, не означает, что мы сделались другими. — Хорошо! — кивнул Моа и со вздохом откинулся на спинку кресла. Он взял со стола чашку и сделал из нее большой глоток. — Ромашка мята очень полезна для желудка. Вам следует попробовать. — Ну хорошо, не будем терять времени. — Итак, суть в том, что в пассаже действует группа похитителей личности. Я покачал головой. — Возможно, вы имеете дело с несколькими группами. Просто они пересеклись на одной территории. Моа решительно возразил. — Нет. Я абсолютно убежден, что существует всего одна группа. Куришну острил уши. — Ок! — начал было он, подавшись вперед. — Нет никак! — немного раздраженным голосом отозвался Моа. — Вы не лучше той девицы в коридоре. Как ее там? — Нам уже многое о них известно, и я уверен, что они представляют собой одну банду. — Они у меня давно как с заноза в заднице. — Вы сказали, что у вашего друга есть кредитная карточка. — Главное, что нас беспокоит в связи с названной бандой, и это как раз кредитные карточки. Как только они оказываются у вас в руках, им очень легко пользоваться. Не надо больше таскаться с большими сумками денег и кредитными письмами из томских банков. Нет нужды взвешивать золотой песок и спорить из-за каждого грамма или сомневаться в точности весов. Он тяжело вздохнул. Суть проблемы как раз в том и состоит, что кредитными карточками так легко пользоваться. В случае с деньгами, как только у вас пустеют карманы, вы сразу же прекращаете процесс траты. С карточкой в руках вы чувствуете себя совершенно одинаково. Не тогда, когда у вас на счете приличный кредит, не тогда, когда вы его перебрали на десять тысяч золотых. Гномы говорят, что это наша проблема. Свою выгоду они получают при любых обстоятельствах. Я нахмурился. В чем же суть аферы? Все очень просто, фыркнул Моа, так же, как в случае с вашим другом. Проходимцы привязываются к кому-то. Иногда просто заполучают саму карточку. Только не спрашивайте меня, каким образом. Возможно, они располагают каким-то особым магическим средством, с помощью которого изготавливают копию лица и личности владельца карточки. И затем, неясным нам пока способом, перехватывают карточку у ее настоящего владельца. А вот то, что мне известно. Наличие кредитной карточки у жертвы обмана облегчает им работу. Все происходит так, словно он или она, добавил он, кивнув в сторону Маши, вкладывает в нее частицу своего «я». Она как бы является вашим продолжением. Я понял, понял. Хорошо, хорошо. Они, должно быть, располагают каким-то способом ее использования, так как у нас бывало много таких же столкновений, как то, которое произошло у вас с двойником вашего друга. Я кивнул. Я знал, что от чертовой карточки можно ожидать только неприятностей с того самого мгновения, как парень ее мне показал. Но я не привык распространяться о личных впечатлениях в беседах с малознакомыми людьми. Маша и кореш обменялись со мной понимающими взглядами. Но мне известно, что подобное случалось и со многими людьми, у которых нет карточек. У нас здесь, конечно, есть и обычные воры. Каждый торговец знает, что определенная часть его товара будет украдена. Вам приходится смириться с утратой, как с неизбежным фактом бытия. Либо вообще никогда не открывать свое заведение для публики. К этому трудно привыкнуть. Но такова жизнь. Вы согласны со мной? — Абсолютно, — кратко ответил я. — Я прав, я знаю. Как бы то ни было, мы узнаем о том, что у нас начали орудовать особые воры, когда преступление уже фактически совершается. Известный или даже неизвестный нам покупатель набирает товаров на совершенно неподъемные суммы. Счета вырастают до непостижимых цифр. Иногда подобное вызывает протест. В том случае, если пойманным нами покупателям удается доказать, что в тот момент, когда было совершено преступление, они находились в каком-то другом месте, мы их отпускаем. Прищурившись, я посмотрел на наглеца, сидевшего в стене у кресла. — Мы же должны возмещать свои убытки, — невозмутимо объяснил маленький флеберит. — Я со своей стороны обязательно пришлю вам счет за ущерб, причиненный моей гостиной, — сообщил я ему. — Нос. — Чего же еще от меня хотите? Моа поднял руки. — Я просто пытаюсь объяснить вам суть наших проблем. Эта банда воров состоит из одного или нескольких колдунов, способных копировать внешность невинного, законопослушного покупателя. — Все, что на сегодняшний день известно, сводится к тому, что мы видим, как какой-нибудь человек приходит в магазин, совершает то, что можно охарактеризовать, как грабеж средь белой дня, и затем исчезает, словно призрак. Кореш издал неопределенное восклицание. Моа многозначительно поднял палец. — Только не начинайте снова. Не знаю почему, но вместо того, чтобы особенно не высовываться, знать свою меру, воры стремятся делать самые дорогие покупки, которые привлекают наибольшее внимание. Затем они исчезают на целые недели и даже месяцы. Но спустя какое-то время снова возвращаются. С той же внешностью. Естественно. Мы пытались поймать их, но потерпели полное фиаско. Либо мы имеем дело с очень большой бандой, либо у них про запас есть еще не одна внешность. Я кое-что начал понимать. — Вариант В, — провозгласил я. Я почти уверен, что сегодня столкнулся с одним из таких воров у вас в вулкане. — А как он выглядел? — Не он, а она, — поправил я его и описал ему очаровательную извергинию. А потом она, без особых усилий, просто перелистав стопку кредитных карточек, превратилась в мужчину. Магия, на которой основаны подобные превращения, по-видимому, весьма хитроумна. — Господин, — я хотел сказать, — ас, то, что вы сейчас описали, — совершенно невероятная новость, — воскликнул Моа. — У нас есть шпионы и магические камеры слежения по всему пассажу, но никто до сих пор не видел ничего подобного. — Все это вилами по воде писано, — возразил кривоногий Скоклина. — Карточки. Что они могут значить? Всего лишь какие-то цифры. Ох уж мне эти карточки. Что репей в шерсти? — Я уже понял, что парень явно из страны, где в ходу давно устаревшие обороты. — Но создается впечатление, что вам, ребята, наблюдательности не занимать. — Благодарствую, — ответил я. — И тем не менее, — начал тощий флеберит, — сложив кончики пальцев таким образом, чтобы не возникало никаких сомнений относительно того, что сейчас он сообщит нечто в высшей степени неприятное. — Все рассказанное вами может быть не более чем обыкновенной сказочкой, придуманной для того, чтобы помочь вашему дружку великому Скилу не расплачиваться с долгами. Можете заткнуть свои версии, себе в... Мне пришлось в прямом смысле слова прикусить язык, так как охрана отошла от стены, нацелив на меня свое оружие. — Неужели вам нужны какие-то еще доказательства того, что настоящего Скила здесь не было? — На самом деле вы ведь ничего так и не доказали. — С явным удовлетворением на маленьком узеньком личике провозгласил наглец. — Все, что вы нам рассказали, либо уже и без вас было нам известно, либо мы узнали бы об этом в самое ближайшее время. — У вас нет никаких доказательств того, что все рассказанное вами правда. Вы предложили нам всего лишь одну из возможных гипотез, причин происходящего в пассаже, изучением которых мы в настоящее время и занимаемся. Я возненавидел сидевшего рядом со мной выскочку с первого мгновения, как увидел. Закоренилого бюрократа я узнаю с первого взгляда. Контор, набитых подобными придурками, во всех измерениях хватает. Захотелось схватить обнаглевшего коротышку и затолкать его, заносчивую головенку, в рахитичное цельце так, чтобы оттуда торчало только одно четырехугольное ухо. — И кого же, черт возьми, мы, по вашему мнению, преследовали в течение часа? — Блуждающий огонек? — Не имею ни малейшего представления, — скорчил рожу негодяйчик. И мне страшно захотелось разнести его в клочья тут же и без промедления. Так как, насколько нам известно, вы с ворами состоите в теснейших отношениях, невероятно являетесь их подельщиками. — Что ты сказал? — Нет, я чувствую, что наступило время для активных действий. Я отбросил в сторону кресло, но в то же мгновение обнаружил рядом с собой парвоттани, направившего мне в лицо свою пику. Куриш тут же ухватил его за шиворот. Пятеро подчиненных парвоттани окружили тролля со всех сторон, прицелившись в него своими волшебными шестами. Маша к чему-то готовилась, копаясь среди украшений. Карлик вытянул руки, одну по направлению к Маше, а другую ко мне, явно с тем, чтобы произнести магическое заклинание. Я сжал кулаки и приготовился к битве. Скорее всего, мне удастся уложить полдюжин охранников, прежде чем они смогут что-то со мной сделать. Намечалась солидная потасовка, и тут между нами встал Моа. — Довольно! — воскликнул он, поднимая руки. — Никаких драк! Все разочарованно опустили оружие. Он устало покачал головой. — Вы прекрасно понимаете, что мы ничего дурного о вас не думаем. Мы много хорошего слышали о корпорации МИФ, как я уже сказал. И знаем, кто вы такие. Не сводя глаз с отвратительного негодяя, сидевшего в углу, я, как ни в чем не бывало, поднял с пола свое кресло, поставил его на прежнее место и сел. Но Маша так и не убрала руки со сверкающих самоцветов, что висели у нее на поясе. — И что же вы в таком случае от нас хотите? — спросил я. — Ну, — извиняющимся тоном начал Моа, — я только что закончил рассказывать вам о нашей главной проблеме, о том, что мы никак не можем прорваться в круг воров. Возможно, мы избрали неверную тактику. Послушайте, джентльмены и моя глубоко уважаемая леди, — я бизнесмен, а не детектив. Я занимаюсь торговлей, а не разгадыванием, тайн. Брови на высоком блестящем лбу изогнулись. — А вы, в отличие от меня, как раз этим-то и занимаетесь. С того момента, как Моа пригласил нас в свой кабинет, я знал, что разговор рано или поздно обязательно перейдет в подобную плоскость. — Извините, — выпалил я. — Но нам ваше предложение неинтересно. Моа удивленно взглянул на меня. Я предвидел его реакцию. — Что? — Вы ведь хотите, чтобы мы занялись расследованием деятельности банды воров у вас в пассаже, так? — Да, конечно. Мы хотим нанять вас. Вы же должны быть заинтересованы в том же, в чем и мы. — Гонорары мы платим огромные. — Почему же вы отказываетесь? Я поднял руку и начал загибать пальцы, перечисляя причины. — Причин несколько. Во-первых, наши интересы далеко не во всем совпадают. Я нахожусь здесь с единственной целью, чтобы выяснить, кто скрывается под внешность моего друга. — И ничего больше. Во-вторых, мне не хочется ввязываться в какие-то местные дела, к которым лично я имею мало отношения. — Третьих. И в этот момент я перевел глаза на негодяя-недоростка, вложив в свой взгляд весь накопившийся запал ненависти. — Возможно, мое решение было бы иным, если бы присутствующий здесь ваш коллега не попытался в свое время спалить мой офис. Моа бросил на остроносового фалиберита взгляд полный укора, затем обратил в мою сторону свои большие печальные глаза. — Прошу вас, господин Аас, поймите. Мой коллега выполнял свою работу. — Я надеюсь, что вы все-таки измените свое решение. В качестве вознаграждения мы предлагаем вам десять тысяч золотых. Наступил самый сложный этап — назначение цены. Его я тоже предвидел. Мне приходилось выполнять роли той и другой стороны в подобных родах переговорах. Я серьезно задумался над предложением, однако верность друзьям и принципам для меня превыше желания заполучить какую угодно сумму. Я скрестил руки на груди. — Нет! — Каждому! У меня от жадности зачесались ладони, но я оставался непоколебим. — Нет! Теперь уже на лицах Маши и кореша появилось удивление. — Двадцать! — предложил фалиберит, и в глазах у него появилось паническое выражение. — Господин Муа, — запротестовал его финансовый консультант. — Подождите, Вуфл! — отозвался Муа, не сводя с меня глаз. — Тридцать! — Нет! — прорычал я. Мне чуть было не стало дурно от образа мешков с блестящими монетами, пролетающих мимо на легких крылышках, но я продолжал стоять на своем. Немыслимые усилия, которые я прилагал, чтобы сохранить твердость духа, не ускользнули от внимания моих спутников. — Ас, — тихо спросила Маша, — с тобой все в порядке? — Со мной все в идеальном порядке, — рявкнул я в ответ. — Таковы уж мои принципы, не обессудьте. Я хочу во что бы то ни стал отыскать вора, двойника Скива. Я собираюсь свернуть ему шею, оторвать голову. Затем я отправлюсь на Деву, чтобы досчитать ту книгу, которую читал до того, как началась вся эта неразбериха. Если она не сгорела, конечно, — добавил я, бросив ненавидящий взгляд на Вулфа. Тот явно струсил, что не могло мне не понравиться. Мне очень хотелось кого-нибудь сегодня забугать до смерти. — Будьте хорошо себя вести, — пробурчал кореш своим хриплым голосом, повернувшись к Моа. — Мы поможем. Он обратил на меня взгляд своих больших лунообразных глаз. — Передумаем. — Позже. Моа посмотрел на тролля с таким видом, как будто был совершенно искренне удивлен тому, что тот умеет разговаривать. В других измерениях тролля частенько нанимает в качестве вышибал. Работа дателя редко узнает их так же хорошо, как знаем их мы, что неизбежно ведет к распространенному заблуждению, что у каждого из них не более пяти мозговых клеток. На самом же деле у кореша кажется около пяти университетских дипломов. После меня он самый сообразительный парень в корпорации миф. На сей раз ему удалось привлечь самое серьезное внимание флеберита. — Да, господин тролль, — заверил его Моа, наклонившись вперед и протянув к нему руку. — Но как же хорошо, я должен себя вести. Кореш поджал толстые губы, как будто выговаривание слов представляло для него немалую трудность. — Место спать, еда, помощь охраны. Понятно? — Да. Я уловил подсказку кореша, удивляясь тому, что сам ни до чего подобного не додумался. — Если вы нас разместите, будете ежедневно оплачивать еду, напитки и тому подобное, обеспечите помощь местной охраны, и, наконец, если, и это действительно очень важное «если» мы наткнемся в ходе нашего расследования на нечто такое, что поможет вам найти выход из вашей затруднительной ситуации, мы сможем разделаться с ним по-своему. — И вы сможете вознаградить нас по окончании расследования, поспешно вставила Маша. — Мы будем счастливы щедро расплатиться с вами, — пообещал Моа. К нему вернулся его обычный оптимизм. — Мы обеспечим вас всеми необходимыми полномочиями. У вас будет возможность посещать все те места, которые вы пожелаете. Варватани. — Слушаю, сэр. Капитан охраны вытянулся по стойке смирно. — Этим трем очаровательным существам необходимо обеспечить возможность действовать на территории пассажа в качестве секретных агентов охраны. — Слушаю, сэр, — ответил Парватани, отсалютовав с такой ретивостью, что чуть было не рухнул на пол без чувств. — Бисма! Знаки секретных агентов для троих. Охранник, стоявший ближе всего к дверям, распахнул их и пулей понесся по коридору. Вскоре он вернулся с тремя другими охранниками, которые несли в руках по охапке одежды. — Увы, немного покрупнее среднего флеберита! — извиняющимся тоном произнес Бисма. Он положил первую охапку, а затем примерил мне на грудь. Это был китель. Если бы имелась некая мера яркости цветов, которую можно было бы регулировать, то для кителя я снизил бы ее до темно-синей саржи. А передо мной было одеяние из шевронного твида, выкрашенное в черничный апельсиновый цвета. Оно было до такой степени безвкусно, что даже бесы вряд ли стали бы носить что-либо подобное. Громадные палеты цвета морской волны с металлическим отливом украшали оба плеча, а вдоль пуговиц выстроились лягушки такого же оттенка, обрамляя огромные сверкающие медные пуговицы. От расцветки китель у меня зарябило в глазах. — Это что такое? — Воскликнул я, мигая. — Все наши тайные агенты носят такую одежду, — ответил Муа немного удивленным тоном. — Она разработана таким образом, чтобы сливаться с цветом окружающей среды. — Со всеми цветами сразу? — спросил я, покачав головой. — Неудивительно, что вам так до сих пор и не удалось найти никого из проходимцев. Любой одноглазый вор с расстояния в четыре измерения заметит, что тут разгуливает нечто эдакое. Я швырнул одежду обратно бисмо. — Нет уж, спасибо, дружище. Я предпочитаю свой собственный стиль. — Возможно, только возможно. Конечно, если у нас останется время по окончании нашей операции здесь, я помогу вам организовать настоящую секретную службу. И возможно, — добавил я, стараясь не смотреть на ком психоделического цвета в руках у бисмо, — мы поговорим и о камуфляже. — А пока, пожалуйста, отойдите в сторону. Мы попытаемся работать по-своему, тихо и незаметно, стараясь не слишком бросаться в глаза злоумышленникам. Мы хотим заполучить их не меньше вашего. — Хорошо. Но вы же не можете ходить без проводника, — возразил Муа. — Я поручу кому-нибудь из охраны сопровождать вас. — Нет, — резко отказался я. Муа попытался меня переубедить. — Зря отказываетесь. Он оградит вас от столкновений с торговцами, проводит при необходимости в охраняемую зону и все такое прочее. Вы же сами сказали, что никогда раньше у нас не бывали. Вам следует пользоваться услугами того, кто может показать вам дорогу. На размышления над его предложением у меня ушла всего одна секунда. — Хорошо, — согласился я и указал на капитана Парватани. — Мы возьмем его. Он будет нашим проводником. — Но он капитан охраны, — запротестовал Муа. — Я знаю. Это как раз и означает, что он гораздо сообразительнее других. Я надеюсь. Тот факт, что он возглавляет эскадрон, свидетельствует о том, что он самый лучший, верно? Если он действительно не зря зарабатывает то, что вы ему платите, значит, он держит в голове весь план пассажа, включая и те места, которые не нанесены на карту. Парватани выпрямился, стараясь быть достойным моих комплиментов. — Я давно убедился в том, что кто угодно станет гораздо лучше, если ему задать идеал, которому он мог бы следовать. И тем не менее лицо Муа продолжало выражать сомнения. — Кроме того, он может кое-чему у нас научиться, — добавил я. — Последнее убедило Муа. — Складывавшаяся ситуация устраивала и меня тоже. Нам не придется изучать местность, а пар не будет пытаться захватить контроль над ситуацией. — Только при условии, что на тебе не будет этого одеяния, — предупредил я гвардейца, который уже ликовал от представившейся ему возможности. — Ты будешь всем бросаться в глаза, словно накладной нос на маскараде. — Ну, как же моя форма, сэр? — запротестовал наш новый гид. — Не называй меня сэром, — со вздохом проговорил я. Что бы на нем ни было надето, он все равно будет выделяться своим поведением глупого бойскаута. — Я просто зарабатываю себе на жизнь. Ты должен переодеться в штатскую одежду, либо нам придется обойтись без твоих услуг. — Каким образом мы сможем разрешить нашу проблему, если воры за милю будут видеть, что мы идем? — Вы свою повседневную работу выполняете превосходно. Мы сами были свидетелями. Ловите карманных воришек, разнимаете драчанов, но у нас принципиально иная задача, мы собираемся заниматься сложным расследованием. Нам нужно выследить преступников и не позволить им выследить нас. пар озадаченно заморгал, потом кивнул. Дальнейших объяснений ему, кажется, было не нужно. — Хорошо. По крайней мере, он обучаем. К тому времени, когда мы будем отсюда уезжать, он должен многому научиться и стать гораздо лучшим офицером охраны, чем до нашего прибытия. Бросив на Моа взгляд, как бы испрашивающий позволения, пар вышел за дверь. — Ну что ж, хоть один вопрос решен, — согласился Моа, вздохнув с облегчением. Он сделал знак ближайшему к нему охраннику, и тот подошел к бару. — Давайте выпьем за это. Я широко улыбнулся. — Вот от такого предложения я никогда не откажусь. — Я видел и слышал достаточно, — пропищал голос в ухе Стрюта. — Возвращайся. Спрятавшаяся среди хрустальных графинов на везном деревянном буфете белоногая крыса из пассажа начала потихоньку ретироваться со своего наблюдательного поста. Внезапно один из флеберитов протянул к Стрюту руку. Крыса охватила паника, и она поспешно засеменила прочь. Рука замерла, затем опустилась на одну из бутылок. Стрют возликовал. — Опять промахнулся громадное ничтожество, — пропищал Стрют. — Ля-ля-ля. Следуя указаниям хозяина, Стрют оставил визитную карточку на полке бара. После чего шмыгнул в дыру, которую они с товарищами прогрызли в стене, и засеменил вниз по потайному проходу по направлению к уединенному местечку, завешанному оранжевыми шторками, на складе, примыкавшем к кабинету. Укрытие располагалось на расстоянии множества коридоров от его нынешнего местонахождения. Как было бы хорошо, будь ноги у него чуть-чуть подлиннее. Стрют забрался под скамейку в гардеробе и начал быстро просматривать стопку карточек, которые носил в специальной сумочке на спине. Выбрал одну из них и произнес заклинание. Мгновение спустя большой дородный муляр с внушительно торчащими вперед рогами отодвинул штору и вошел в лавку, засунув похожие на копыта пальцы засеребряный, украшенный изображениями женских гениталий пояс. — Нет, там я не видел ничего из того, что хотел, — протянул он. Десяток мамаш с ужасом отреагировали на его появление. — Анонист, извращенец, чудовище! — завопили они и набросились на него со своими тяжелыми сумками. — Что ты тут делаешь? О, наши несчастные дорогие детки! — Кто-нибудь, наконец, вызовет охрану? — Нет, не надо, — запротестовал Стрюд. — Черт возьми, что за кохтанье! Не делал я ничего вашим деткам! Эй! Мамаши не обратили никакого внимания на его протесты. — Охрана! — вопили они. — Помогите, чудовище! Стрюд бросился к двери. Мамаши схватили какие-то вещи с витрины и даже оторвали конечности у манекенов, стремясь вступить с ним в бой. Стрюд прикрыл голову Иринусу в толпу в поисках места, где он мог бы спрятаться, чтобы снова в очередной раз изменить внешность. — Стрюд! — воскликнул он, отбросив последнего преследователя, пробежав мимо восьми или девяти магазинов. Когда он уже нырял под бархатный канат, преграждавший путь в торговый центр магический фонарь, какая-то мамаша-бесовка погрозила ему вслед розовым кулачком. Другой рукой она сжимала хнычащего маленького бесенка, который тер глаза крошечными лапками. В то же мгновение, когда она скрылась из виду, Стрюд забежал за занавеску и сменил лик муляра на образ беса в желтом клетчатом костюме. — Откуда мне было знать, что это уже магазин детской одежды? Последний раз, когда я был там, там располагалась мужская галантерея. — Идиот! Возвращайся! — Всю дорогу до укрытия у него в ушах раздавался хохот Раттилы. — Хотите узнать, что было дальше? Перейдя по ссылке, вы сможете услышать продолжение книги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...